КИТНЕППИНГ «Вновь патрулируйте район?» А он, в свою очередь, всегда отвечал. «Конечно. Кто, если не я? Вот был у меня случай в 80-х». Мальчишки с удовольствием слушали его истории. О том, как он ловил преступников и участвовал в перестрелках. Без кровавых подробностей, конечно. Детям это знать ни к чему. И вот однажды я сидел у подъезда. Ждал друга, который должен был приехать час назад. Но задерживался. Поэтому ничего другого не оставалось, кроме как ждать. Напротив меня сидел Фёдор Михайлович. Как всегда, рассказывал детям историю про машину с номерами ССД. Старая байка про чёрный автомобиль, которая похищала детей и увозила в неизвестном направлении. А номера ССД была аббревиатурой «Смерть советским детям». Ребята смеялись, а иногда задумчиво слушали. И в конце Фёдор Михайлович говорил, что в гараже у него стоит та самая чёрная машина. И что он всех поймает. И начинал разводить руками. А детишки разбегались кто куда, чтобы их не поймали. А потом они оставляли Фёдора Михайловича одного, играя в свои игры. И вот тогда он сказал. Олеж, смотри на этих детишек. Радуются, играют. Не надо им знать, как было на самом деле. Какие страсти творились в то время. Ждать мне было ещё прилично. Я ради интереса спросил. А как было на самом деле? Тогда Фёдор Михайлович попросил меня присесть к нему. И начал рассказывать историю, в которую трудно поверить без доказательств. В 80-х годах было совершено преступление, у которого даже не было названия. Не говоря уже о статье в уголовном кодексе. Похищение ребёнка с целью выкупа. Как работать в таком случае никто не знал. Но похищения стали происходить чаще. И учиться приходилось по ходу дела. Название взяли из английского языка. А именно киднеппинг. Именно в то время стали ходить байки про чёрную машину с номерами ССД. Но никто не знал, что в каждой истории есть доля правды. Фёдор Михайлович тяжело вздохнул и вытащил красный блокнот. Кажется, дождь собирается. Олеж, можешь убрать это в свой рюкзак, чтобы не промок? Протянул блокнот, сказал он. Я убрал его, мы ещё немного посидели, поговорили о всяком. Мелкий дождь усиливался, и мы прошли с Фёдором Михайловичем под козырёк подъезда. В это время приехал мой друг. И я, пожелав удачи пожилому полковнику, сел в машину. А он выкрикнул только «Береги себя, Олег!» Вернулся я только под утро, а у моего подъезда уже стояла скорая и полиция. Расспросив, что произошло, я пришёл в ужас. Фёдора Михайловича кто-то попытался обокрасть, по официальной версии. Квартира была перевёрнута, но ничего из ценного не пропало. А Фёдор Михайлович был убит. В шоке я пришёл домой и хотел было достать бутылку воды из рюкзака. Но нащупал незнакомый предмет. Это был красный блокнот Фёдора Михайловича. Открыв его, я прочёл на титульнике последнее сообщение от старого полковника. «Олег, я не знал, кому ещё всё рассказать. Но знаю, что ты отучился на юридическом. И, возможно, сможешь что-то с этим сделать. Они нашли меня. И, скорее всего, меня уже нет в живых». А дальше в блокноте описаны схемы похищения детей всевозможными способами. Но то, что я прочёл дальше, напугало меня до чёртиков. Фёдор Михайлович описывал, что за похищениями стояли не какие-то бандиты, а достаточно высокопоставленные органы власти. Они это делали ради экспериментов и продажи органов. Когда Фёдор Михайлович попытался предпринять хоть какие-то попытки это прекратить, ему мягко сказали, что это не его умодело. Мягко сказали, это значит, что он оказался в больнице. И всё списали на аварию. После этого было собрано куча доказательств. Номера телефонов, номера машин, имена, фамилии. Фёдор Михайлович не сидел без дела. Но в самом конце было написано, что Фёдор Михайлович подозревал, что за ним следят. Стал слышать щелчки в телефоне. У дома видел чёрную машину. После всего этого я сделал так, как пожелал мой сосед. Я показал этот блокнот тому, кому следовало. В дальнейшем это запустило цепочку событий. По адресам, которые были записаны Фёдором Михайловичем, выехала проверка. После всего этого завели дело. Виновных нашли и посадили. Всё вроде как надо, если бы не одно «но». В последнее время я слышу какие-то щелчки в телефоне и замечаю чёрную машину во дворе. Одно успокаивает. Ко мне не ворвались ещё люди с автоматами и в дверь пока никто не стучал.